Я представленник старшего Погулинина, а ведь старшего за шановного товарища, я кидал звуны. На русском языке отвечу вам. Первое. Бытие определяет сознание. Я то левый, крайне левый. Так Маркс сказал, да? Бытие определяет то грязное, вонючее, пахабное мироздание, которое мы построили, которое называется нынешним нашим государством. Дальше. Жить в обществе и быть независимым от него невозможно. Перефразированные слова Ленина. Конечно, это как зараза, которая летает в воздухе, дифтерит, который носится в метро Киевском. Понимаете? Конечно, молодежь, не видя перед собой смысла жизни, смысла существования, она или идет, голосует ногами из Украины, или уходит несознанку, так сказать, и уходит в бизнес, уходит в определенное зарабатывание денег. Как правило, это на государственной службе, она наиболее воровская. Но вы ставите вопрос значительно глубже. К сожалению, недостаточно ясно его сформулировал, но это бывает, извините за замечание профессорское. Итак, вы ставите вопрос, в чем смысл жизни, в чем смысл патриотизма, которые совпадают в Украине. У нас была гениальная возможность после начала войны в 2014 году создать цель построения Украины, создать цель нашего государства и смысла жизни, в общем-то, для людей. Мы знали в социалистическом государстве, одни о твои верили, вторые иронизировали, но у нас была цель построения коммунистического общества. Мне нравится? Экселент. Мы получили другую цель – построение несправедливого капиталистического общества, где 5 или 7 семей владеют 90% богатств Украины. Сейчас слуги пропустят через парламент закона рынки и 5 или 7 олигархов арабских, еврейских, британских. Китайские вряд ли, они слишком умны, чтобы брать по частям Украину, они захватят ее целиком. Они зайдут в Украину, изгонят с земли людей, ну, в общем, начнется Бразилия. Помните, фавеллы и прочие дела. Да я к чему? У нас нету цели построения общества украинского. Одни кидалися в национал-патриотизм. Мается на увазе Порошенко, но у него это не очень вдало выходило. Инши намагались обладать на прагматизме и так далее. Я вам скажу, для того, чтобы поставить цель и задачу, надо быть талантливым человеком. Понимаете? Для того, чтобы написать цель развития того или иного государства, надо быть просто даже уметь писать. Это я вам как литератор расскажу. Суммируя, не распространяясь, не забирая ваше мнение. В Украине нету цели развития, которая бы вдохновила молодых людей сейчас, если не дай бог случится, подняться на войну и стоять в очереди военкомата, как в 2014 году. У них нет перспектив видения будущего страны. И это приводит не только к экономическому кризису, к коллапсу, который нас ждет, но и к моральному кризису. Чем это закончится? Это закончится однозначно социальным конфликтом. Я бы предпочел слово революция, но революция это табу на нынешних каналах. Поэтому, скажем так, это закончится социальный конфликт. Разумеется, мы встретим через 20-30 лет Украину уже не в том территориальном объеме, потому что Крым уже не наш, Донецк уже не наш, Луганск это не наш. Они же будут сопротивляться до последнего, когда вы узнаете, что их землю предстоит продать. И сейчас я вам хочу сказать, сейчас в Ютубе поддивиться. Там не много сельско-господарской земли. Да, но там есть черноземы, и они говорят, что они свою землю не дадут никому продать. И говорят, мы сейчас обороним украинскую землю. Сейчас в Ютубе поддивиться, что они говорят, мы сейчас обороним украинскую землю, а вы когда продасте, то вам ничего будет даже оборонить. Нет, ну серьезно, ребята, я вот сегодня поставил вопрос в Ютубе. А мы крымскую землю же продавать можем? Ну, если это Украина, то... У наших, ну правда, слава богу, это не предыдущий парламент, не предыдущая власть, но на этой тоже будет это. Если Крым наш, то земля там, соответственно, сельскохозяйственное значение наше. Я предлагаю вообще, если вам не нравится Россия, втюхать ее туркам. По кучу канаджирскому миру, если Крым не принадлежит России, помните, 1700 какой-то, то он принадлежит Турции, чтобы вы знали. Товарищ Ленин порвал все договоры с капиталистическими странами, кроме договора с Ататюрком, лидером Турции. Поэтому мы спокойно можем решить на этой программе создать инициативную группу и предложить турецкому правительству купить Крым. Ну, я считаю, что для нас это... Для нас еще и Донецкий Луган залишилось. Ну, Донецкий Луган спрятали кто-то. Он же заменирован весь куда-то. Зразумело.